13.06 в Кирбе, у микрофона Мария Кожевникова, свое особое мнение сегодня высказывает депутат Кировской городской думы Владимир Журавлев. Владимир Вениаминович, добрый день. Здравствуйте. Ну, самые горячие, наверное, обсуждаемые все мы начнем нашу программу сегодня. Ваш коллега, депутат Гордума Дмитрий Никулин, который подался в БК, записал видеообращение к своим избирателям. Сделал это, как говорит сам, из Грузии. И уже будучи там, по его словам, узнал, что на него заведены уголовные дела. Напомню, в их рамках его обвиняют в организации хищений через муниципальную компанию ЦДС бюджетных денег. Он говорит, что не понимает вообще, о чем речь. Причем тут он, потому что он возглавлял ЦДС до того, как начались хищения. А уехал из России, по его словам, потому что ему стали поступать непристойные предложения. Какие, правда, не поясню. Я хочу продолжить опрос, который мои коллеги начали. Они всех спрашивают, а я вас спрошу. Владимир Вениаминович, это не вы случайно ему непристойные предложения делали? Ну, во-первых, я хочу сказать, что с Дмитрием Георгиевичем Никулиным мы в пятом созыве сидели все пять лет на одной лавке рядом, напротив господина Быкова. То есть я сел совершенно сознательно, чтобы критиковать, что и делал господин Никулин. Надо сказать, что господин Никулин был главой фракции. И он считал меня самым главным врагом, ну, по крайней мере, как критиком. Он сказал, у нас с Быковым один враг, это господин Журавлев. Ну, потому что я критиковал одного и, в принципе, второго. Хочу немножко рассказать, когда я вот увидел это видеообращение, господин Никулин, слушайте, у меня была смесь сложная моих чувств в чем. То есть, насколько человек низко пал, хотя я всегда знал, с моральной точки зрения, он всегда был таким. А почему вы считаете, что он пал? Я вам сейчас скажу предысторию. Со мной разговаривали буквально там в 13-14 году, когда господин Никулин стал депутатом, а стал он с помощью господина Быкова. То есть, это его протеже 100%. Господин Никулин был офицером, служил командиром взвода в вертолетном училище в начале нулевых годов. И судом офицерской чести, вот только послушайте, он был уволен без права ношения военной формы. То есть, его просто пожалели, так его должны были отдать под трибунал. В чем была причина? Его просто пожалели. А причина была в том, что он брал деньги, и эти документы есть. Вот есть там копии документов, можно обратиться с теми, кто он служил. Там целая ветеранская организация. Он брал деньги за увольнение с курсантов, за хорошие оценки. И в конце еще брал деньги, вот это все раскрылось, брал деньги за, обещая им нормальное распределение. И он был уволен из армии с позором. Понимаете? Ну вот я, к сожалению, не знакома с этой информацией. Просто были нолевые годы. И, а впоследствии, когда он стал депутатом, и господин Быков его присвоил, а он же работал в военкомате, он таких людей подбирал. Вот я знаю, что вокруг Быкова комплектовались вот такие люди, мягко говоря, моральные, не совсем устойчивые. А проще говоря, ну вот, я считаю, что это нехорошая часть нашей общества. Ну вот мы немножко от видеообращения отошли. И вот я сейчас свернусь к этому. И вы представляете, его восстановил звание господин Быков. С его подачи все это сделалось. С его там протеже. И в последнее время, я вот видел на фотографии, мне показывали 9 мая прошлого года, он шел в форме уже капитана. Когда это было такое звание? А теперь сделаем проекцию, вот я вам просто сейчас скажу, и почему господин Быков несет полную моральную ответственность за это. А я сейчас скажу еще дальше. Если вот эта все правда, которая в видео действительно находится в Грузии, Грузия сегодня один из наших, ну у нас есть фактически состояние войны, потому что послов нет. Был конфликт в 2008 году, где нас обвинили, да. И там пристанище ЦРУшников. И господин Гордеев, вы помните там вся статья, которая предшествовала в этом видео, что ФСБ начинает давить на честных людей, на депутатов. Погодите, у меня есть такое предположение, что господин Никулин вообще снюхался с ЦРУшниками. Если это правда, если это Грузия, если он хочет получить гражданство Грузии, чтобы не вести ответственность у нас здесь, в городе Киры, ребят, так он напрямую перешел к ЦРУшникам. Сам характер статьи, я разговаривал с ветеранами ФСБ здесь, они такого же мнения. Вы правильно уточняете, если, потому что это видеообращение, на самом деле, если на него посмотреть, может быть записано откуда угодно, а картинки... Я с этим согласен, но, к сожалению, Гордеев-то там реальный человек, понимаете, от которого в интернете сверкает, и ему-то уж на территории России точно нельзя. И поэтому у меня такое негативное это понимание есть, то есть я не спецвиссия, не могу определить экспертизу, где это все произошло, но на самом деле концы-то нехорошие, и я вот сейчас к Быкову, Владимир Владимировичу, обращаюсь, который до сих пор главой ОЗС является, хотя там много проверок, сейчас вот много фактов на предмет уголовного, да, рассматривается, что вы и так-то, ребята, господин Быков, вы несете персональную ответственность за то, что пригорели такой человека. Мало того, господина Никулина Быков сделал главой фракции «Единая Россия» в городской думе. Мало того, мало кто это знает, но депутаты знают пятого созыва, что когда Быков пошел сюда в ОЗС за год примерно, да, кандидатуру, которую он предлагал на пост главы города, это был господин Никулин, а за ним уже тянулся шлейф по Ленинской управляющей компании, где он был директором, смерть женщины, да, от падения сосульки. Затем по ЦДСу, там было много косяков, по Ленинской управляющей компании, где он там себе золотой парашют выписал, да, несколько миллионов там, себе премию, когда он пошел в отпуск, он себе, представляете, премию почти миллион 900 тысяч выписал. Когда об этом узнали, я, господин Перескокову, говорил, что нужно рассказать обновленные дела. Ну, у нас во всех группах золотые парашюты выписывают. Погодите, а человек, вот у него говорит, что оказывали давление, а он никогда бизнесменом не был. Он был или депутатом, или директором муниципальных предприятий, ЦДС, Ленинской управляющей компании, или там входил в себя директоров АТП и так далее. То есть этот человек всегда был при бюджете. И говорит, что у него оказывают давление правоохранения, да это смешно. Я вам хочу сказать, именно депутаты возбудили уголовное дело. А господин Быков, будучи главой города, несколько раз, когда мы ставили вопрос о проверке этих муниципальных предприятий, о целесообразности вот этого проездного электронного с четырьмя процентами, господин Быков всегда срывал, он за него фактически заступался. И такой человек, ну вот мог бы быть, представляете, вместо Владыкина, Владыкин отказывался до последнего момента, вот тот год, который за Быковым оставался, должен был господин Никулин, главой города. Представляете, этот, ну в моем понимании, пока, конечно, суда нет, но все люди показывают, а там допрошено порядка 30 человек, когда, знаете, из муниципального предприятия, ЦДС, ЦКС, Ленинской управлялки там, АТП дают показания бухгалтера, выводились деньги, их получал, неофициально получал господин Никулин, и говорил, что это на выборы, это в партию, это господину Быкову там и так далее. Я вам только скажу сумму, 70-90 миллионов рублей. Вот на эти деньги человек сейчас, мало того, у меня есть такое ощущение, что до Единой России, до партии-то он не донес деньги. А это откуда информация-то у вас о том, что вы говорите? Это от правоведних органов, мало того, когда депутаты проводили независимое расследование, предшествовало возбуждение уголовного дела, независимое, вот порядка четырех депутатов, которые нынешнего созыва, мы начали запрашивать документы, собирать там, потом счетную палату отправили, и начнуло все это раскручиваться. Господин Никулин еще был депутатом, мало того, представляете, он возглавил комитет по регламенту и депутатской этики, председатель. Ничего себе, да? И фактически об девять месяцев не появлялся. Слушайте, а кто за это будет нести ответственность? Ответственность? Ответственность один человек несет, моральную пока, господин Быков. То есть человек пригрел того, кто запятнал свою офицерскую честь. Я вот считаю, ну, скажите мне, кто твой друг и кто твой протежей, я скажу, кто ты. И потом начинал двигать, и далее, я считаю, он полную, по крайней мере, моральную ответственность, пока не установлен судом, другое. Этот человек несет. У меня сомнений в этом нет. Смотрите, не побоюсь этого слова, ваша позиция, она все-таки, ну, такая обвинительная, да? Конечно. Вот коллега Никулина по прошлому созыву гордумы Алексей Кузьмин у нас в эфире, например, беглеца защищает. И говорит, что несправедливо на Дмитрия Георгиевича всех собак спустили. Поясняет почему, я поясню вам. Он говорит, Кузьмин, что деньги через МУПы воровались и раньше, воруются и сейчас, правда, примеров не приводит. Но этим почему-то никто не интересуется. А все, значит, набросились на Никулина, цитирую, раздувается мега-шоу наравне с выборами на Украине. Как вам такая точка зрения? Ну, вот послушайте, во-первых, Алексей Кузьмин был неполный, там, ну, там, около, по-моему, двух лет, в пятом созыве. Вот, когда возбуждалось это уголовное дело, и когда мы стали собирать материалы, стали встречаться с людьми, опрашивать, разговаривать, а потом передали это все в правилхидные органы, когда счетная палата зашла и нашла эти действительно нарушения, что это были не просто разговоры. Господин Кузьмин не видел этих документов. Он уже не депутат, ну, почти два года. Ну, рациональное зерно-то есть в его словах? Рациональное зерно единственное в чем, что там есть и другие расхитители. Вот, то, что сейчас в городе делается, и какие деньги, вот, в моем понимании, собираются украсть, ну, это, конечно, даже несравнимо. Но цинизм господина Никулина в том, а это уже, вот, в меня понимание, дают бухгалтера, которые вы выделили эти деньги, директора униципальных предприятий, бухгалтера, вот этих вышеназванных, которые называл, они просто в открытую, представляете, по поддельным договорам, сейчас это является предметом, вот, правоохранители расследуют от уголовного дела. Это все вскрывалось. Представьте, 70-90 миллионов рублей выведено с муниципальных предприятий, украдено и выведено конкретным физлицом, который... Им важно, там или 40 миллионов, или 70-90, от этого срок не меняется. Но есть, где в суде есть доказательная база, да, и доказательство подтверждается наличие документов. А где нет, ну, бухгалтера говорят, да, документы не сохрались, которые бухгалтера работали, но мы выводили вот такие-то суммы денег, мы проверяем через банки, то есть смотрим, да, эти деньги просвистели, но в качестве доказательства в уголовном деле, ну, просто не хватает, условно говоря, доказухи, они не свистят. Но, когда вот полный мы объем не доверять этим людям, они что, себя оговаривают или там наговаривают на других людей, то есть назывались конкретно суммы, мы посчитали, это 70-90 миллионов наличных денег, леваком были обналичен, выведены по словам, это господину Быкову на выборы, понимаете? Это не мои слова, я хочу сказать, это не мои слова, это слова тех людей, которые с ним дают показания. Почему и господина Никулина ищут, я не говорю, отдавал ли он деньги господину Быкову, этот факт тоже не доказан, понимаете? Я у Быкова не спрашивал, а зная характер господина Никулина, а у нас с ним были конфликты сплошные, то есть мы не спорили, я ему предрекал, сказал, что ты сядешь, с таким, а ведь слухи-то и раньше, просто Господин Быкова не давал разбуждать, дела. Ну, его надо найти прижиму. У нас перерыв сейчас, полминутки, продолжим эту тему. Продолжается программа «Особое мнение», у микрофона Мария Кожевникова, у нас в гостях сегодня депутаты городской думы Владимир Журавлев. Владимир Вениаминович, дом, перерывом мы с вами говорили о видеообращении Дмитрия Никулина, и вот последний вопрос у меня на эту тему. Еще одна позиция, да, экс-депутат ОЗС Дмитрия Русских. Он, например, считает, что обращался Никулин не к избирателям, а к своему непосредственному руководству. Вот по этому поводу вы что думаете? Ну, это место, я не знаю, в голову господину Никулину, но не залезть он далеко. Я думаю, что, я надеюсь, что он все-таки добегается. Если, конечно, не примет гражданство Грузии, не станет агентом ЦРУ по неволе. Позорный такой офицер, который всегда говорил, да я солдат своей страны. Слушайте, ну вот у нас таких офицеров, их вокруг господина Быкова, к сожалению, очень много собралось. Знаете, вот такие, которые на словах только честь. Господин Быков тоже говорит, что у него офицерская честь есть, а то, что было натворено за 10 лет. Слушайте, господин Быков, вы бы знали, как вам бывшие генералы, как ветеранское движение относятся, ветераны ФСБ, как вам относятся, ветераны МВД, прокуратуры. Слушайте, ну вот я бы со стыда сгорел, как минимум. А был бы японцем, харакири бы сделал у себя. За такой позор, вот просто позор. Моральный, по крайней мере, сегодня есть. Надеюсь, это перейдет и в законодательную плоскость. Ну, многие говорят о том, что за последние 10 лет... А по поводу, да, конечно, и не скрывать, правоохранители ловят, и вот им важен факт, если Никулин действительно не просто на слова говорил, что вот он эти деньги 70-90 миллионов вывел, а отдавал господину Быкову, тут прямой состав есть. Понимаете, да? То есть вот этого звена нет, почему сегодня и вот не двигается по парку победы, то есть ждут полного комплекса. Чересчур тяжелое вот это обвинение. Если это действительно будет доказано, ну вот смотрите, все встанет на свои места, как в принципе в голове большинства подавляющего граждан города Кирова сегодня есть и картинка. У меня в этом сомнение есть, но я, к сожалению, пока доказать, ну вот, пока суд не состоится, ничего не могу сказать. К сожалению. Эту тему закрываем, переходим к другой, самой свежей новости. Накануне стало известно, что дорожный миллиард, который выделяется Кирову по федеральной программе безопасной и качественной дороги, поделит государственные, то есть подконтрольные власти компании. Ну, городская, Босква. Да, Виат Автодор, ГДМС. Моя позиция как депутата. Вы знаете, я, вот здесь очень много, сегодня непростое время, то есть уровень развития общества, уровень развития средств массовой информации, уровень развития принципиальности депутатского корпуса, силы государства, в том числе и правоохранителей. И вот из всей этой сложной концепции я, вот, поддерживаю эту идею, что выигрывают областное и городское предприятие основной тендер по качеству дорог. С чем связано? Мало кто знает, и это уже, по-моему, третий год происходит, когда они все выигрывают. Был период где-то пара-тройка лет, когда маленькие фирмы разыгрывали эти конкурсы. Это второй год, да, это второй год, а вот в 2017 году там действительно было несколько компаний, одна из них московская, помните, да, о которой было много вопросов потом по дороге Киров-Русская. Вот, с чем это связано? Во-первых, это подконтрольные власти и областной, и городской. Мало того, у нас были проблемы, сейчас, понимаете, по ГОСТам, если дорога полностью отремонтирована, должны дать гарантию пять лет. А у нас раньше там одну улицу сделала частная компания, и через месяц ее просто нет. Четыре года, по-моему. Ну, вот я сейчас по срокам не скажу, насколько я знаю, там есть в зависимости от произведенных работ, три, два, пять, ну, пять лет, наверное, это вот магистрали, которые федеральные дороги, они максимальны. Там на разные работы, если там ямочные ремонты, одни сроки там, если это там сверху какой-то слой кладут, это два, а если нового строительства, по-моему, там даже пять лет. Ну, в общем, в этом случае спросить проще, вы считаете? Во-первых, спросить проще, и, условно говоря, рынок может, если мы говорим, что некоторые работы нам нужно отдавать на аутсорсинг, то, по крайней мере, у нас появляется эксперт, у нас сегодня в городской администрации нет, или в областном прилице нет человека, который потом будет принимать работу и контролировать в течение пяти лет. А так выигрывают эксперты, выиграют сами производители работ, ну, Гордор Мострой и Вят Автодор, да, и они же после этого на аутсорсинге, если что-то не хватает, они могут нанимать маленькие предприятия и компаний, но ответственность-то перед городом и перед областью несут наши областное или городское предприятие. Если они нам сделали плохо, если мы поймали коррупцию, так мы можем даже, знаете, которую сложно бывает доказать, так мы можем поменять директора областного предприятия, директора городского предприятия Гордор Мострой, главного инженера, там, юриста, бухгалтера, финансиста, то есть те, которые мы посчитаем, вот мы доказать не можем, но мы, по крайней мере, или можем каким-то образом влиять. А при раскладе, вот когда частная компания, и там есть злоупотребление, мы ничего не можем, даже уголовку возводить, потому что это у них внутри, частная компания. А когда государственную компанию украли, так мы можем сами выступить, в том числе депутат и инициатором, возбудить уголовное дело. Вот и все. То, что мы сейчас это делаем. И вот в этом я вижу плюс. И может быть, когда-то общество разовьется, там производительные силы, помните, когда Владимир Ильич Ленин говорил, он все правильно расписал. Вот тогда, может быть, можно и маленьким частным компаниям. А у нас сегодня есть та структура, с которой можно спросить. Ведь сегодня проблема бардака в стране, в области и в городе, это что? Нет контроля и нет ответственности. Господин Быков 10 лет занимался откровенно, непонятно чем, в городе и пошел на повышение. А персональная ответственность, вы хотя бы не назначаете на должность заново. Он получается, все рассматривают. Почему как подщучину рассматривают жители города? Да потому что он пошел на повышение. И пусть мне кто-то скажет, что это не так. Давайте к дорогам вернемся. О плюсах вы сказали, да? О плюсах. О минусах. Но может это и не минус. Надо разобраться. На самом деле минусов нет. То есть я вас понимаю участие маленьких компаний. Город Ормурстрой он сегодня по аутсорсингу принимает маленькие компании. Они ведь сегодня и по уборке снега выиграл город Город Ормурстрой. А потом на аутсорсинг. По аутсорсингу передали там уборку улиц, там вывоз снега. Некой казанской фирме. Вы знаете, вот сейчас тоже над этим все смеются, да? И вот там даже вскрываются вот такие факты. И депутатам это уже известно. И мы расследование проводим. Притом там целые три группы депутатов, которые ведут независимое расследование. Там знаете, нам господин Шульдин говорит, что там столько-то объем, 450 тонн снега уже вывезено. А знаете там какие вскрываются факты? И почему директор Гутнов, помните, ушел, да? Директор ДХ, который подписывает это. То есть они заключают, частная фирма из Казани заключает договор с пятерочкой, с магазинами, с магнитами, с торговыми центрами, с другими федеральными учреждениями на вывоз снега и предъявляет одновременно с них деньги берет. Еще говорит нам, что этот объем снега предъявляет городу, что мы вывезли такой объем снега с улиц. А господин Гутнов откровенно мне рассказывал, как депутату, вот с глаз за глаз, когда он ушел уже с должности, мог рассказывать, он говорит, а к этому обязаны приложить справку GPS, что ребята, мы действительно прошли по такому маршруту, с этой улицы увезено. А они отказались. Почему? И он сказал, я не хочу сидеть, я не хочу нести ответственность, там прокуртор меня проверяет, я буду уголовным. Ребята, вы не вывезли снег. То есть фактически нам давалась двойная бухгалтерия. Мало того, глава администрации конкретно ему звонил и говорит, подписывай, почему не подписываешь? Он на улицах оставался или куда-то свозился? Нет, нет. У нас впервые не было официальных таких нормальных, правильно оформленных свалок снега. Где раньше там и потайка мы как бы выставляли, чтобы снег таял и так далее. У нас в этом году не было вообще бардак. Вы заметили, что в этом году был просто бардак. Заодно за это глава администрации нужно снимать. К этому мы чуть позднее перейдем, а все-таки давайте вот БКД договорим про минусы. Вот я с вами... В сегодняшней системе минусов как таковых нет. А если они есть, их можно регулировать. Город арминистрации не успевает, где-то он маленькие компании сам принимает. Другое, что здесь тоже есть коррупционная составляющая. Но она по крайней мере, понимаете, мы имеем рычаг, город депутаты, рычаг власти. То есть и уголовное дело, и счетную палату. То, что мы сейчас ее посылаем. Кстати, в апреле, в мае они нам отчет дадут. То, как были проведены эти все снегоуборочные работы. Вот это все. Я думаю, что здесь как раз будет уголовное дело возбуждено. Правоохранители уже работают, и они считают, что там есть перспектива. Хорошо, минусов вы не видите. Давайте тогда по-другому зайдем. Экономии на торгах на этих практически не было. 8 миллионов. Я просто цифры назову. В том году было 40, но правда эти же две компании выиграли, тоже было два лота. На год, значит, в 17-м году 100 миллионов сэкономили. Там было больше лотов. Отремонтировали на сэкономленные деньги, шесть участков дорог. Это не минус? Вот, смотрите, я вам сейчас скажу. Да, это внешний минус, но он при правильном управлении превращается, опять же, в этот плюс. Вы знаете, городское хозяйство, в том числе и в летний период, у нас есть очень много участков, там, например, детским садам, больницам, там, это, которые не вошли в бюджет по поделению, потому что федеральные деньги часто подходят, а не только на ремонт или там, ну, на капитальное строительство дорог на новые, да, например, то есть там не продолжаются ремонтные работы. А мы на сэкономленные деньги, то есть, вот, предположим, я глава администрации, вызываю директора городового строя в муниципальном предприятии, который напрямую мне подчиняется, и говорю, ну-ка, покажи, он говорит, а у меня там прибыль образовалась за счет того, что мы в лоте не сэкономили. Он говорит, так-то мы могли бы сэкономить, вот 40 миллионов, а на эти 40 миллионов он уже в оперативном управлении может скажет, а вот ты сделаешь, и мы сейчас планируем это сделать, а вот подъезды к детским садам и к школам, а это проблема, давайте-ка мы на эти денежки гордорому строю поручим, и сделать гордорому строю у нас, как всегда, как мальчик в хорошем смысле для битья, он затыкает все дырки, например, приезжает там какой-то гость, сделайте участок срочно за ночь там, почистите, помойте улицы, занимается этим гордорому строю, хотя у нас изначально бюджетные деньги не предусмотрены. Почему вывоз снега, потому что никто не знает изначально, вот если частник он вывез там 200, например, кубометров, 200 тысяч кубометров снега, предположим, получил за это, ну, условно говоря, миллион рублей, да, все, он сказал, ребята, у него больше нет денег, смета за... а гордорому строю не можно, он говорит, какая разница, что в этом году снега выпало в два раза, вот тебе дали сумму денег, и он говорит, у меня минус здесь на уборке снега, но у меня плюс на асфальте, понимаете, и вот при правильном вручном управлении, а это городское хозяйство, есть часть непредсказуемости, которую бюджетные рамки не задействуют. Если мы это разворовываем, это плохо, а если мы оперативно управляем, это тоже плюс, вот. И вот эту экономию, там, сколько вы сказали, там, 20-40 миллионов, которые мы могли на торгах получить. Ну, вот в том и было 40. Ну, она ушла же муниципальному предприятию, которому мы можем потом... Я знаю, там, город Ромострой и строил пионерские лагеря, здания. Вот мы на день у тебя там весь сэкономили на сумму денег. Вот построишь пионерский лагерь, построишь горки там, и там посыпаешь песком здесь, вот, понимаете, вот то, что не вошло в бюджет. Это плюс. И еще есть одна тема, связанная с федеральными деньгами, но к ней мы перейдем после рекламы, и сейчас уходим на полторы минуты на перерыв. Продолжается программа «Особое мнение». Гостью сегодня депутат Кировской городской думы Владимир Журавлев. До перерыва мы, Владимир Вениаминович, с вами поговорили о федеральных деньгах, которые выделяются на программу БКД. И есть еще одна программа федеральная, которая в нашем городе реализуется. Это формирование комфортной городской среды. Так вот, по ней отремонтировали Кочеровский парк. И его опять затопило. Это продолжается уже не первый год. Проблема в том, что там при благоустройстве не сделали водоотведение. Вот почему такие вещи происходят? Вы знаете, я помню обсуждение этого проекта, еще когда мы к этому подходили, и тогда присутствовал, в том числе, в изоляторе всего обсуждения господин Быков, мы однозначно говорили, эксперты. Вот я часто в своей работе, я никогда, это не мои мысли. Кто-то скажет, что ЖРФ разбирается во всем. Да не правда это. У меня есть узкая своя направленность профессиональная, да? Все остальное, но я очень коммуникативен. И вот я, ну, наверное, не побоюсь этого слова, сколько встреч я провожу, ну, не с простыми избирателями, ну, наверное, с избирателями в том числе, но с экспертами, да? И у меня просто, наверное, вот как я тут смотрел список тех людей, там, в энергетике, там, в дорожном хозяйстве, там, в школьном, в образовании, в медицине, там, в этом, в этом, в этом. Я насчитал, то есть, которыми я не один раз пользовался, общался, разговаривался, где-то на постоянной основе, там, три раза больше, у меня 176 человек. 176. Притом, очень много, там, кандидатов в науку в разных отраслях, если касаться образования, даже есть доктора наук, вот, юридических наук, то есть, очень часто, законодательно, я спрашиваю. Есть среди них эксперт по паркам? Конечно, есть, и вот тогда я выступал, даже показывал экспертное заключение, в котором, если это кто-то знает, ну, из молодого поколения, может, нет, когда там еще не было этих улиц, это была Болотина. Она напоминает, вот, там, солнечный проезд от Творовского до Московской, там, речка, да, Люченко есть, да, и вот, примерно, там, тоже самая такая, Болотина, и в Лубине, может быть, Ну, то есть, известно, все было давно, можно было учесть. Это надо, во-первых, однозначно поднимать уровень, я помню, там, в том числе, господин Быков говорил, что там, погодите, у нас нет денег на это, на поднятие, так зачем тогда туда качели, карусели, лавочки, там, брусчатка, зачем эти деньги тратить, а на благоустройство можно потратить только эти деньги, а там нужно было поднимать трасс и сделать водоотведение все правильно, потому что от Болотина, хотя бы по краям, вот эти нормальные, соответствующие уровню накопления воды в разные периоды времени, да, нужно было делать водоотведение. Ну, вот немножко хронологию попали. На это было денег нет, и я помню это слово, у нас на это нет денег, слушайте, ну зачем это тратить здесь? Теперь вот 20 миллионов есть, в этом году хотят сделать. Слушайте, ну вот... Почему все так-то? А я хочу сказать, если бы господина Быкова лет бы 7 назад сняли, так у нас бы не было каких-нибудь безответственных решений. А он до сих пор считает, у него все сходит с рук. Не, ну подождите, не при Быкове уже. Погодите. Вот Кочаровский парк точно не при нем ремонтировали? Кочаровский парк, все основные... Как это не при нем? Сколько лет назад Кочаровский парк делали? В 17-м году. Ну, он еще был главой города. Он ушел в конце 17-го года. То есть начали при нем? Конечно, все проектные, предпроектные. Это точилось, вот это по парку где-то с года 12-го, 13-го. Основные вот предпроектные работы, подготовка. 14-й, 15-й год был. Вот, два года, 14-15 было жаркое обсуждение этого Кочаровского парка. А как раз он был главой города. Он воз... Вот я помню, он возговорил вот это, когда генерали, когда мы решали, что делать, что вот направить деньги туда, там решался вопрос, возможно, депутатская часть денег тратить. И она была там, по-моему, потрачена. Я помню это совещание, там в 14-15-е годы. Активная фаза. Старительство было уже в более поздний период. Хотя они там поэтапно, в течение трех... Ну, в Устовосток было, не при Буркове, да, все-таки. Но заложено было, и знаю, что там даже и компании, которые участвовали в этих конкурсах, они это были... Ну, хорошо, даже если вот мы... Я однозначно отвечаю за свои слова. Можно хронологию поднять, когда эти были совещания и так далее, заседания к Думе и рабочих комиссий. Даже если от этого отойдем, да, вот все, что сейчас делается, да, вот почему сразу-то нормально нельзя? Смотрите, построили детсады, потом детей оттуда выгнали, поняв, что это ясно, да, отобрали льготы, компенсации у родителей, потом вернули. Почему сразу над вами нельзя все делать? Я хочу сказать, низкая компетенция господина Шугина. Я это вижу уже. Я об этом говорю. Почему вернули обратно, когда он подписал, но мне понятно, почему он сначала отменил, и мне также понятно, почему он обратно потом вернул. То есть, но... посоветоваться. А по яслям и по детским садам, ну, так тут вмешались и другие силы, и в том числе депутаты, которые сказали, что вы делаете? Деньги-то федеральные. Если пришли деньги на тысячу мест для яслей, вы что, будете федеральную власть обманывать? Закрывать свои недостатки работы за прошлые годы? Потому что у нас сегодня острый-то вопрос. И вы знаете, что сегодня у нас есть 6 решений судов о том, что предоставить место в детском саду. Притом, там с разных ситуаций условиями. Да, это обсуждали мы уже. Да. Поэтому, а если деньги пришли на... Федеральная власть дала программу не заслуга там Курдюмова или Шульгина, как они себе это сегодня в зачет ставят. Это просто программа была, решение правительства России в пропорции дать нам эти деньги на тысячу мест, если из полутора до трех лет. И они построили по этой программе. А мы должны были добавить деньги из областного бюджета по 300 миллионов с копейками и из городского по 300, да, в итоге 600 с копейками. И построить вторые этажи над этими 10, условно говоря, яслями, построить вторые этажи и сделать детские сады. И тоже на тысячу мест. Ну, а вы знаете, что в курсе вот по городской этой части у нас сегодня есть проблема. То есть, Шульгин-то нахвастался всем, сказал, что у нас есть деньги, а сегодня в городском бюджете мы их запланировали, запланировали, а доходной этой части нет. И у нас сегодня вот строительство этих оставшихся четырех детских садов, плюс один детский сад, там еще подоплывание, федеральная программа у нас висит пока. Почему розыгрыш не проводится в конкурсе? А я знаю, что проблема есть с деньгами. И вот на думе там ближайшие, в апреле или в мае, господин Шульгин, я не был, к сожалению, в марте на его отчете, когда он там похвастался, у него профицит 120-140 миллионов. Слушай, если бы был я, я его просто бы разлюбил. Ну, смешно. Тут провал, тут провал. Ты как математику-то ведешь. Тут минус, тут плюс-минус. Ну, смешно. Ваши коллеги даже его отчет оценили, сказав, что он все-таки критичный очень. В себе и в работе. Может быть, просто рук, голов не хватает. Во-первых, если бы был я, однозначно бы был поставлен вопрос о неудовлетворительной работе в администрации за прошлый год. Да, за прошлый год. Хотя бы даже брать уборку снега. Это просто никуда не любится. А то, что нас втягивают в аферы. Вы помните, в прошлом году какие пролетели аферы. Я считаю их аферами, потому что они были как минимум неподготовлены и неправильно с техническими. В итоге они сорвались. Первое, это закуп автобуса в 30-ти, помните, да? Считал, что эта афера просто до уголовного дела не дошла. Уфас отменил. Хотя сам Мишульгин там со слюнями спорил, что вот, это все правильно. Отменили. Минус. Генплан. Новосибирская фирма. Мы говорили, что это афера. Все-таки у нас он распался, отказались. Сейчас Рязанская фирма по транспортной схеме. Он сейчас сам признает Шульгин. А почему он не слушал год назад? Почему вы это аферами не ошибками называете? Слушайте, аферами, потому что, когда тебе говорят депутаты, что тут неправильно, здесь неправильно, а ты все равно пищишь, долезешь, я считаю, это умысел. И это как минимум афера, потому что это пока не уголовное дело. И энергосервисный контракт, это афера. Потому что это могли мы делать, все. А это нужно городу, мы должны делать кировсветом и электросетью. Я обращаюсь к губернатору Игорю Владимировичу Васильеву, к представителю правительства Александру Анатольевичу Урину. Слушайте, вы присмотритесь к работе Шульгина. Это просто позор. Это ставление господина Васильева, но я знаю, Игорь Владимирович не одобрил бы многих явлений. У нас сейчас появится еще несколько уголовных дел. Вот по уборке снега, по энергосервисному контракту. Но у нас все-таки не один Шульгин работает, да? Погодите, он сегодня узурпировал всю власть, он не слушает депутатов. Понимаете? А у депутатского корпуса, притом у всего, у всех фракций, копится недовольство. Понимаете? А сейчас вот то, что многие вопросы, вы в курсе, что сейчас идет уже сбор подписей за его отставку. В администрации президента говорят, вот наберете 25 тысяч подписей на 500 тысяч на город. Президент может принять такое решение по утрате доверия уволить главу муниципального образования. И это в полномочиях есть. И вот уже многие общественные организации, многие, в том числе парламентские партии, занимаются этим. Мало того, я хочу сказать, вот в рядах Единой России очень много людей, я не скажу, там все плохие, такие как Никулин, да? Или как господин Быков. Там есть и нормальные, честные люди, там тоже зареет недовольство. Но его нужно проявить активнее, я не предлагаю там каким-то революциям, но давайте очистимся от тех людей, которые просто позволить нам дают нам как минимум двигаться вперед. Давайте к благоустройству все-таки вернемся. По дорогам, да, нам говорят, что к 24-му, вот по программе БГД, к 24-му году они станут лучше. Новый главный дорожник у нас появился, Евгений Лунев, вот кстати, да, по поводу команды Шульгина о том, что не один человек все-таки работает. Погодите, где Лунев работает, он только что пришел, работал Гутнов, год, убежал. Карпинский отработал 4,5 месяца, убежал. Ященко отработал год, уходит. Слушайте, это основные люди, на которых нужно опираться. А кто виноват, а кто принимал? Сейчас Шульгин говорит, вот я их сам уволил. Погоди, а кто их принял? Мы тебе говорили, что вот они нам не нравятся. А готовы ли они? Карпинский ведь, мы его приняли на работу, он так. Мы ему сразу сказали, дай план, чего ты будешь делать. Но он тянул месяц, два, три, давайте, переносил, переносил, и в итоге сам сбежал. Понимаешь, что не справляется. Погоди, а когда на работу принимаешь? Это что за эксперименты? Я не собираюсь господину Шульгину, как депутат, предоставлять поле, когда он здесь тренируется и свой профессиональный уровень принимает, как руководитель. И потом через какое-то время возьмет чемодан и исчезнет. Мне это не устраивает. Давайте все-таки вернемся к Луневу и к этой организации Управления Дорожной и Парковой Инфраструктуры, до этого ДДХ, да? Вот слово вы, кстати, сказали, тренируется. А там что происходит? Там тоже тренируются? Там по году работают все начальники? Вы знаете, давайте по интернету посмотрим, у них не хотелось бы, но у меня есть, как депутатское мнение, что там коррупция. Понимаете? Они год отрабатывают. Кто знает, знаком с дорожными компаниями. Это мнение экспертов, которые, вот у меня их куча по дорожным, которые там занимали разные должности, которые до сих пор занимают должности официальные. В дорожных, в областных, городских, среднюю звено, технические, инженеры, головастые ребята. Они четко говорят, здесь коррупция. То есть, понимаете, что год отработал, вот по февралью месяцу как раз все деньги федеральные получили, закрыли, акты закрыли, деньги попилили и уезжают. Вот похоже на это. Вот честно говорю. Я думаю, что Илулев тоже год отработает, попили деньги. Вот его, они приходят в феврале-марте, год ровно отрабатывают, зарабатывают деньги. Видите, у нас уголовка-то, она ждет пока сдадутся все документы, подпишутся акты, им нужно хотя бы там какое-то время, чтобы делать выводы, они в это время сматываются. И потом, видно, надеются на то, что это будет рассасываться. Но сейчас ситуация меняется. И у меня, честно говоря, Клуневу нет доверия. Да я знаю кучу кировских мужиков, которые вполне могут работать директором ВДХ, и по крайней мере работать, потому что они живут здесь. Вот, кстати, эту позицию высказывали у нас в эфире о том, что ему бы готовить себе какую-то местную смену. Вы разделяете эту позицию? Погодите, а ему выгодно, если он пришел и настроен, как руководитель, на нормальную работу? А если временщик, и он пришел с другими целями сюда, ну там, наработать себе практически опыт какой-то, может денег заработать, я не знаю как. То есть я предполагаю, то он будет выстраивать людей, которые не будут его выдавать, мягко говоря. Понимаете? И вот то, что я вижу, но этот человек однозначно, господин Шульгин, сегодня не соответствует ни одному моему параметру профессиональному, как главе города. У меня, как у депутата, и эксперты все, со всех сторон из медицины, образования, хотя вот в городе вроде медицины нет, но они тоже работают. И там сталкиваются с междорожным хозяйством и так далее. Все говорят, что мы недовольны теми решениями. А культурологи просто смеются, понимаете? Когда человек говорит, там, дымковская игрушка, я вижу какие-то органы половые, там, знаете, да, которые просвечиваются, слушайте, он просто не знает историю. Или там говорит, у нас торговый центр, это цветовой терроризм. Кредки мне органов. Ну, там и в том числе и органы, звучало слава. Поэтому вот человек знает при всем, вот я не лезу ни в культуру, там, никуда-то, никуда-то, я стараюсь осторожно и, по крайней мере, пользуюсь экспертами. А ему неоднократно предлагали, давайте создадим экспертное сообщество в архитектуре, в дорожном хозяйстве, в образовании, которые будут нести ответственность или при приятии решений будут участвовать в качестве, там, принятия какой-то программы, положения. А он не слушает, он сам сусам. А по факту это получается, а тут провал, тут провал, тут провал. Назовите мне, вот я сейчас в последнее время говорю, назовите мне один успех Шульгина. Вот назовите хотя бы один, который сильно прошел, которого он озвучивал, говорил, а где я хотя бы один? Ну, я думаю, что кто-то назовет. Нет, вот слушайте, я уже обращался, даже его кто... Мало того, у него сторонников не остается. К сожалению, у Ильи Вячеславовича сегодня в политической элите почти не остается сторонников. По крайней мере, знаете, вот в городской думе я вот уже не слышу, чтобы кто-то за него ратал. Все, по крайней мере, в лучшем случае молчат, но кивают, ай-яй-яй-яй-яй-яй, головой вот разводят. Поэтому при такой возможности, я думаю, что господин Шульгин до конца года, может еще и раньше, просто уйдет по какой-то причине. Не знаю. Я считаю, он политический, вот этот, который у него был, который ему давали, вот этот кредит доверия, он его исчерпал. Все. У меня, по крайней мере, как у депутата, этого кредита нет. Я за то, что нам нужен другой глава днистра. Хотелось бы на позитивной ноте закончить, но не получается. Время, к сожалению, нашей программы истекло. Владимир Вячеславович, спасибо вам большое. Доброго дня вам и всем слушателям. До свидания. Продолжение следует...